Здравствуйте! Я Юрита, художник из Лондона. Перед собой вы видите эскиз, акварель, музыка джаз моя, которую я буду переносить на холст. Мои рельефные картины по достоинству оценены специалистами. Сзади меня сейчас вы видите рельефную картину Скорпион, которая отобрана и выставлена во Франции в арт-галерее в постоянной экспозиции с этого года. При ближайшем рассмотрении вы можете посмотреть выпуклые формы. Картина выполнена моей рельефной смесью. По такой же технике мы будем создавать музыку джаз. Мы будем использовать разные техники лепки. В основном это будет рваный эффект. Волосы у нас будут катышками. Техника не слишком сложная, главное усидчивость. Если вы тут, значит вам это нужно. Наша картина будет представлена как единая композиция музыка джаз. Раствор, с помощью которого я буду переносить работу на холст. За основу я использую готовую модельную пасту итальянского производителя. Добавляю мои ингредиенты, делаю замес. И у меня получается вот такая вот прекрасная смесь, которая отлично, идеально работает в этой технике для рельефных картин. Почему это важно? Потому что я пишу картину на холсте. А холст подвержен влажности, температуре. Он может гнуться, выгибаться. Это не стена, это не твердая поверхность. И вы можете сухой штукатуркой сделать барельеф. И он у вас будет стоять. Здесь очень аккуратно надо соблюдать технологии, знать свойства материала. Холст гнется. Видите? Соответственно, картина, видите? И картина будет гнуться с ним. Поэтому, если вы хотите сделать картину долговечной, вам надо следовать технологиям. Иначе это будет работа на один раз. Нам понадобятся для работы мастихины. Я вам сейчас покажу. Вот это металлический мастихин. Он плотный. Я его использую для того, чтобы положить базовый слой. Маленький мастихин, тоненький. Я использую для мелких деталей. Нам может понадобиться выпуклый мастихин, но он дорогой. Я предлагаю вам использовать вот, обыкновенная пластиковая ложка. Допустим, у нас будет там лоб на фигуре или что. Берёте ложку, проводите. И вот у вас лёгкий, видите, полукрок. Мягкий пластиковый мастихин для разглаживания, видите. У нас в нашей работе будут струны. Ровно сделать их довольно сложно. Можно использовать вот вилку. Простая пластиковая вилка. Вот мы нанесли раствор. Берёте вилку. Проходите. Вот, пожалуйста, у вас 4 струны. Дёшево и сердито. Что хочу сказать, чтобы у вас получилась хорошая работа. Её надо прочувствовать. Ей надо жить. Выполняя эту лепку, представляйте себе эмоции музыки. Джаз. Вас разрывает. В вас бурлят эмоции. Зритель должен услышать вашу картину. Вы же её пишете для зрителя. Эта работа займёт у нас примерно одну неделю по времени. Я детально и дотошно отрабатываю каждые детали. И могу совершенно точно сказать, за час, даже за день, рельефную картину вы не выполните, которая будет у вас на века, на долгие года музейного качества. Это технически невозможно по всем законам физики. Но, опять-таки, я вам покажу базовую технику, которая вам позволит выполнить картину максимально успешно в домашних условиях. А там, как говорится, хозяин-барин. Перед собой вы видите нашу рельефную картину музыка джаз. В этом занятии я вам покажу, как нанести контуры нашей лепнины на холст. Вы у меня, видите, уже контуры нанесены, потому что это работа, которую я использую в этом курсе. Чтобы не начинать новый холст, я покажу вам на примере этой работы. Вам будет понятно, не волнуйтесь. Нам понадобится наш раствор, подготовленный рельефной смеси, мастихин, картончик, на который мы будем смесь выкладывать, баночка с водой и спрей. Спрыскивать наш раствор, чтобы он не затвердел во время работы. Исходим из пропорций, да? То есть у нас на картине музыкант уходит вдаль, значит, эта часть контрабаса у нас выходит. Здесь у нас колено. То есть у нас, значит, колено должно быть на высоте рук, и если рука со смычком посреди контрабаса, значит, вот эта часть контрабаса у нас должна быть тоже, как минимум, на высоте рук. Это называется наращивать объём. Когда мы уже положили контур, а наращиваем объём. Сейчас я кладу контур вот сюда, на низ. Значит, я беру смесь. Контур кладём тоненьким слоем, 1-2 миллиметра примерно. Вот такими слоями. и выкладываю. Вверх у нас выше, а под колено у нас уходит меньше, да? Соблюдаем объём. Это называется соблюдать объём. Соблюдать объём. Немножечко даём подсохнуть влаге, а потом растушуем. Так, теперь я беру контрабас сниз. Вот здесь вот кладу объём по кругу. Видите? Всё. Руку закручиваю, потому что у нас полукруг. Так, теперь вот мы положили контур, теперь нам надо этот контур плавно разогнать. Аккуратно, не давим, придаём форму колену. Когда чуть-чуть подсохнет верх, тогда мы его дойдём ещё, можно руками. Так, теперь делаем ровную форму полукруга. Сначала я выравниваю по внешнему контуру. Потом пойду по внутреннему. Сначала я выкладываю по внешнему. Ровную смесь с учётом направления. Это рукав, поэтому у нас рука пойдёт вниз. Теперь я выхожу на внешний контур. Мне надо положить ровный круг. Видите, я делаю вот такие вот. Мастихин я держу не перпендикулярно холсту, а чуть-чуть под наклоном, градусов 45. И аккуратненько выкладываю круг. Безусловно, как я кручу холст, конечно, крутить нельзя. По всем правилам профессиональных художников. Ну, так вам будет легче. Картина небольшого размера, поэтому я вам показываю вот такой вот момент. Пока вы... Вам главное сейчас вообще понять, как в руках держать-то этот мастихин. Как себя ведёт лепка. Вот видите, у нас уже начинает ложиться ровный круг. Видите? Отлично. Если где-то сбились, ничего. Ничего страшного. Всё это... Всё это доработаем, доделаем. Следующий этап будет наращивание объёма, где мы всё это выровняем. Ну, безусловно, надо делать, стараться без ошибок. Не заметно. Вот, вот, conta. Так, ну всё, на сегодня всё, инструмент не забыли вымыть, водичка, тряпочка, водичка, удалили все остатки смеси, вот инструмент чистый, готов к следующей работе. Также почистили нашу картоночку, на которой мы работаем, чтобы она была готова к следующему разу. Ну вот, что у нас получилось. Хороший контур контрабаса, рука музыканта, колено. Вот так выглядит наша работа на данном этапе. В следующий раз мы будем наращивать объём. Вот этот слой должен подсохнуть, он не сильно толстый, поэтому на него достаточно будет суток. Встречаемся на следующем курсе. Пока-пока, и не забудем наш божественный кофе, без которого художник не может никак. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...